Как и когда, может быть, правильно маленьким детям, мальчикам, и стоит ли вообще приводить их к тому, что, ну, имеется в виду неосознание, обращать на то, что взаимоотношения с девушками, как правильно устраивать, чтобы по мере взросления не случалось различные неправильные стороны, так как пламени. Гуляния и еще какие-то поступки в отношении женщины. То есть, как правильно привить вот эту концентрацию, как сказали, может быть, на высшей цели, чтобы у них была в жизни, например, только одна женщина, жена? — Хороший вопрос. — Может быть, мы не сможем идеально сейчас так организовать все для наших детей в этой культуре, сложнее становится, все сложнее и сложнее. Ну, хотя в местной культуре не так уж и сложно, как, скажем, вот в Европе или в Америке, там на самом деле сложно, не даже иногда и невозможно в той среде. Но здесь есть какие-то уже еще возможности у нас. То есть, мальчиков воспитывать, как брамачариев, это целое искусство чистых мужчин. И примерно в 8-9 лет пробуждается этот фон у ребенка, естественно. У него появляются новые чувства, волнения, и он сам пугается. Потому что раньше он этого не переживал, он беспокоится сам от этого всего. Сексуальное чувство может испытать во сне, допустим, или кто-то понравится ему, неважно, это может быть учительница в школе даже. То есть дети так могут чувствовать это. Но посмотрите, в этом возрасте, когда уже пробуждается этот фон, он еще не созрел, он только пробуждается, значит, сразу же обучают нравственности. Что это такое дружба? Научите дружбе. Начинаете уже 8, 9, 10, 11 лет. Это тот период, когда они очень впитывают эти ценности. Настоящая дружба. Научите настоящей дружбе. Потом мораль. Моральные принципы. Они очень ценят в этом возрасте. Когда вы говорите, нельзя, страх. Они боятся, но чувство остается. Так вы долго не сможете его удержать, верно же? Но когда вы мораль прививаете, дружбу, верность, такие вот высокие идеалы, историем рассказываете об этом, вот это им то, что нужно. Это сублимация происходит. Платонические чувства остаются, понимаете? Они остаются чистыми. Любовь – это хорошо. Секс – проблема большая. Вот сохранить ту чистую любовь как можно дольше нужно. Вот при помощи вот этих моральных принципов, философских принципов, дружбы, верности, вот этих вот философий семейной жизни. Приводите пример. До какого времени это нужно сохранять максимально дольше? Главное – дать вовремя. Вовремя дать это. Ребенок это уже усвоит, поймет. Если даже ошибку совершит какую-то, он исправится быстро. Сам же, сам себя исправит. Главное – вовремя дать эти ценности. Почему хорошо изучать Махабхару? Вот это много таких очень высоконравственных примеров, жертвы какой-то там, героизма, любви, верности. Ганхай завязала глаза на всю жизнь, скажем, когда вышла замуж за длитараж. Попробовать это раскрыть подробно, почувствовать, чтобы человек почувствовал это. Когда-то же ребенок должен это услышать. Не просто эпизод, а услышать, прочувствовать все это, восхититься этим. Открыть нужны эти моменты. И мы сами очищаемся, когда даем это детям. Это всем очень важно. Эта культура поэтому не забывается, потому что всегда она необходима. Эта культура Эта культура Субтитры создавал DimaTorzok